Всем привет! В первом выпуске проекта Ленинградский троллейбус я вам сказал, что выпуск про ИТБ-1 будет, но чуть позже. И вот, наконец, этот момент настал. ИТБ-1, погнали! Небольшая предыстория. Первые отечественные троллейбусы марки ЛК-1 собирались с небольшими партиями в Москве, но имели ряд недостатков. В частности, они были изготовлены с большим количеством несущих деревянных элементов. Также в ЛК отсутствовал пневматический тормоз, стеклоочистители, отопление и другие элементы важны для комфорта пассажиров. Тогда задумались о разработке новой, улучшенной модели. Проектирование началось осенью 1935 года. Серийный выпуск новых троллейбусов решили освоить на Ягазе, ранее специализировавшемся на выпуске грузовиков и автобусов. Новую машину обозначили ИТБ-1. Ярославский троллейбус – первая модель. И вот, 25 июля 1936 года первый троллейбус покинул завод. У ИТБ-1 была массивная клёпанная швеллерная рама, на которой крепились все основные узлы и агрегаты троллейбуса. Тяговый электродвигатель ДТБ-60, передний и задний мосты, пневмокомпрессор и деревянный кузов, который снаружи обшивали стальным листом, а изнутри фанерой. Масса троллейбуса оказалась приличной – более 9,5 тонн. И чтобы хоть как-то облегчить машину, стенку кабина водителя пришлось заменить лёгкой перегородкой. Троллейбус имеет две ширмовые двери с пневмоприводом. Одна в задней оконечности, другая сзади колёсной арки переднего моста. В салоне вместимостью всего лишь 50 человек устанавливались мягкие сидения диванного типа, а боковые стёкла имели возможность опускаться вовнутрь кузова. Для петербуржцев эта модель примечательна тем, что именно она открывала троллейбусное движение в Ленинграде 21 октября 1936 года. Серийное производство ИТБ-1 продолжалось с июля 1936 по ноябрь 1937 года. Но уже в январе 1937 года приступили к разработке облегчённого варианта – ИТБ-2. В нашем городе ИТБ-1 послужили до 1953 года. Конкретно этот экземпляр 1936 года выпуска, чуть ли не единственный сохранившийся в мире. Он был найден в 1996 году на дачном участке под Зеленогорском и восстановлен на троллейбусном заводе ГУП ГорЭлектротранс к 300-летию Петербурга. А на этом всё. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте оценивать, подписываться, распространять видео. И до новых встреч. Пока!